В эфире новости МИЭТ-ТВ в студии Евгения Лукина. Здравствуйте! 23 октября прошел финал интеллектуально-познавательного конкурса «Брэйньяк». Тернисли был путь к победе, узнавала Татьяна Ермошенко. Впервые участие в интеллектуальной битве смогли принять не только студенты МИЭТа, но и зеленоградские школьники. Игра проходила в два этапа. Первый – заочно. В группе конкурса ВКонтакте каждый день публиковались каверзные вопросы. В поиске ответов ни Google, ни Яндекс вам бы не помог, только внимательность, смекалка и эрудиция. Пример – всеми любимые макрозагадки. На фото изображен известный всем предмет. Кем бы вы ни были, держать его в руках вам приходилось неоднократно. Правильный ответ – монета. После первого конкурса, во-первых, мы стали более качественно подходить к подбору именно заданий. То есть мы прекрасно понимаем то, что ребят, когда им задается вопрос, как это в интернете, первое место, куда они лезут – это Google. И на втором брейнике мы уже старались подбирать ответы, которые либо не гуглятся, либо гуглятся сложно. Нынешние вот вопросы, они либо практически вообще не гуглились, либо гуглились очень неоднозначно, либо было очень много источников, где нужно было действительно самому что-то подумать, что-то действительно самому сообразить. Либо были фото-загадки, которые практически не загуглились, потому что мы сами их составляли. На первом брейнике мы их еще там тоже, опять-таки, с какого-то источника брали. То есть на втором, на третьем мы уже сами эти загадки придумывали. После первого этапа были выявлены финалисты. Заключительный тур – очный. Здесь рядом нет горячего чая и удобного кресла участников. Только ручка, тест и сообразительность. Сколько ли длилась Столетняя война? И какой слон без носа? На подобный вопрос отвечали участники. 40 минут напряжения, потом еще 20, организаторы проверяли тесты. И вот объявлены трое самых смышленных. Третье место занял Илья Корничук, аспирант кафедры ВТ. Второе – Елена Галкина, ученица лицея 1557. А главный приз получила Илона Соберзянова, студентка МП-35. Участвовать в следующем. Обязательно участвовать, побеждать. В следующем году будет что-то явно интереснее, что-то явно добавится еще и будет круче. Все финалисты получили памятные подарки. Победитель был награжден планшетным компьютером. Участники довольны, а будущие брейн-маньяки уже готовятся к следующей битве. Татьяна Ермошенко, Геннадий Шевцов, МИЭД-ТВ. В прошлую среду состоялась отчетно-выборная конференция главы студсовета факультета ИТС. Подробности в сюжете Афины Евмериди. Свои кандидатуры на пост председателя студенческого совета факультета ИТС выдвинули две активные и целеустремленные девушки Мария Маркина и Анастасия Мичурина. Они представили свои проекты по развитию факультета и университета в целом. Главная цель кандидатов – сплочение студентов факультета и создание условий, способствующих их самореализации. Были выдвинуты предложения по защите прав и обязанностей студентов, организации взаимопомощи в учебе между студентами. Помимо этого, немало идей по улучшению культурной и научной сфер жизни студентов. Я принимала активную участие в разных направлениях социальной сферы МИЭД. Я являюсь основным и главным координатором вожатского отряда БИД. По завершению презентации начальник УДМСО Дмитрий Георгиевич Коваленко выступил с рассказом об активе факультета. Он поделился предложениями, как повысить рейтинг вуза и факультетов. В выборе между двумя людьми, сколько в принципе в поднятии активизма на факультете. И очень важно и полезно, чтобы вы максимально вливались все в эту работу. Вы сейчас оказываетесь в очень уникальной ситуации, когда вы, как актив факультета ИТС, как никогда нужны своему факультету и университету. Данный старт голосования. Студенты сделали выбор в пользу понравившегося кандидата и с нетерпением ожидают результатов. Новым председателем судсовета факультета ИТС становится Мария Маркина. Вместе начнем работать над проектами, которые я предложила. Спасибо. Я учусь в одном из самых лучших вузов нашей страны на замечательном факультете и хочу сделать его еще лучше и сделать так, чтобы все об этом узнали. Пожелаем Марии успехов на новой должности. Афина Евмеридий, Даниил Петров, МИЭС-ТВ. Студенты факультета ПРИД также избрали своего нового председателя. Отчетно-выборная конференция состоялась 24 октября. Кандидат-1, студентка 2-го курса Анастасия Рубцова. Основной задачей девушка поставила в сплочение всех ПРИД-овцев в одно дружное и активное сообщество. Все делегаты конференции в ходе открытого голосования единодушно поддержали кандидата. Пожелаем новому председателю студсовета факультета ПРИД удачи в работе. МИЭТовские автолюбители наверняка уже знают, что по новому мосту через Ходню было открыто движение. Дорога стала шире. Встречные полосы движения теперь разделены металлическими ограждениями. К концу года работы на данном участке будут закончены. Новости спорта. Женская сборная МИЭТ одержала победу в волейбольном матче против команды ГУЗа. На месте событий побывала Наталья Лепензина. Первая игра в сезоне. МИЭТ против Государственного университета по землеустройству. Поболеть за нашу сборную пришли не только студенты, но и родители спортсменок. С самого начала МИЭТовская команда заняла дидирующую позицию, не оставляя соперникам ни малейшего шанса вырваться вперед. Первую партию наши девушки выиграли со счетом 25-4. Во время второй партии команда ГУЗа показала себя лучше, но снова потерпела поражение. 18-25. Девушки полны энергии и энтузиазма. Третья партия также осталась за нами. Счет 25-12. Болельщики в восторге. Итог матча 3-0. Я надеюсь, мы будем радовать вас победами, так как мы выступаем в высшем дивизионе среди ГУЗа. То есть мы, конечно, будем бороться за призовые места. Отличное начало сезона. Поздравляем сборную МИЭТа с прекрасной победой. Будем дальше следить за их успехами. Наталья Лепендина, Сергей Шевченко, Михаил Кириллов. МИЭТ-ТВ. 22 октября в спорткомплексе университета состоялся баскетбольный матч между командами МИЭТа и Рео. За ходом игры следила Анастасия Рубцова. Эта игра первая в сезоне. Поддержать команду и создать спортивную атмосферу пришли наши черлидеры. Игра началась. Команды не уступают друг другу в мастерстве. Впереди сборная МИЭТа. Наши ребята твердо настроены на победу, но противник не думает сдаваться. В результате первая половина матча закончилась минимальным отрывом. 34-38 в пользу команды Рео. Ценные установки от тренера, указания капитанов. И команда снова на площадке. Слаженная работа соперников принесла им 20 очков преимущества. Последняя четверть. МИЭТовцы не пали духом и забросили несколько трехочковых. Проходы ребят завершались точными попаданиями. Но противник не расслаблялся, постоянно сохраняя отрыв в 15-17 очков. Финальный свисток. Наша сборная уступила гостям 63-73. Соперники на первый взгляд очень сильные. Но оказалось, если смогли победить, значит все путем. Наши спортсмены молодцы. Но им еще есть над чем поработать. Будем болеть за них на следующих соревнованиях. Анастасия Рубцова, Олег Осипенко, МИЭТ-ТВ. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. А на сегодня это все. В эфире были новости МИЭТ-ТВ. Выпуск провела Евгения Лукина. Все программы и репортажи вы можете посмотреть на нашем канале в интернете. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok